Прием сырья от рыбаков, отбор по качеству и доставка в летний период будет осуществляться рыбосборщиками или вертолетами, в зимний период – снегоходами и вездеходами. Рыбоперерабатывающий цех еще только собираются проектировать, а на рыбопромысловых участках округа стартовал промышленный лов биоресурсов. Началась летняя осенняя путина. Скоро на прилавках магазинов появится первая ряпушка и другие ценные породы рыб. В этом лично убедилась наша съемочная группа. Вместе с моим коллегой-телеоператором мы отправились вверх по печоре и узнали, как ловится рыбка. Рыболовецкий участок Угрависка. Здесь, в 100 километрах от Наринмара, в Верховьях Печор, ведется промысел одной из самых ценных видов сеговых рыб ряпушки, также известной как зельдь. Эту мелкую рыбку жители округа очень любят и буквально сметают с прилавков магазинов. А между тем, добыть ее не так-то просто. Это тяжелый труд. В один голос говорят опытные рыбаки. Конечно, тяжелый бывает, когда рыба ест. Это рыба, скажите, какая я. Устанешь, просто ешь и опять на рыбалку. На участке Угрависка сегодня работает 7 человек. Но скоро бригада ждет подкрепление. Вместе с бывалыми рыбаками на промысел каждое лето приезжают молодые ребята. Дмитрий Новолодский, студент аграрно-экономического техникума, работает здесь уже четвертое лето. Здесь здорово, ловим рыбам. Сейчас, правда, в плохой сезон, пока рыбы мало. Ждем, когда появится побольше. Хоть будет приятнее ловить. А ловить действительно будет штом. Наиболее крупные стада пойдут в августе, говорят старожилы. План путины большой – 16 тонн. Времени до конца сентября. Чтобы обеспечить такие объемы, сети ставят по пять раз в день, а то и больше. Но самая тяжелая, почти ювелирная работа начинается после. Каждую рыбку нужно достать, буквально выпутать из сети руками. Нелегкий труд. Впрочем, поймать рыбу мало. Главное ее сохранить. Делится опытом бригадир Василий Симакин. На этом участке он работает без малого 20 лет. Вся система уже давно отлажена. После добычи партия Меряпушка отправляется на переработку. Ехать недалеко, в ближайшее село Вельковисочное. Потом мы ее сдаем на рыбцах. Там ее морозят, пакетируют. И на линвар на копчение. После, готовая к употреблению, Ряпушка попадает в окружные магазины. Вместе с ней на прилавки поступает и другой деликатес. В науке лосось атлантический, в простонародье – семга. Ее промысел также ведет рыбак-колхозсоюз на трех участках. Основной промышленный лов происходит на участке Карпова, недалеко от деревни Андик. На этом участке есть вся инфраструктура для дальнейшей переработки семги. Здесь ее потрошат, моют, заворачивают в пищевую пленку, замораживают и по мере накопления отвозят на ринмар. Ловом в Карпова занимаются четыре человека. За два месяца рыбаки должны сдать больше трех тонн ценной рыбы. Ребята работают сами, они стараются. Чем больше выловить, тем зарплата им. Пока, по словам рыбаков, ловы их не радуют. Но лиха беда начала. Времени у рыбаков до конца сентября. Они уверены, все планы и квоты к этому времени будут освоены. Квоты мы имеем на ряпушку, мы имеем где-то порядка 35 тонн. Имеем квоты, примерно столько ее необходимо для города Наринмара, допустим, для нашего округа. А семги мы имеем где-то порядка тонн 6-6,5. Появились первые ловы. Чуть немножко рыба идет позднее, чем в прошлом году. Надеемся еще раз по рыбакской удаче, надеемся, что мы его возьмем целиком. Тем не менее, первая рыба уже появилась в магазинах. На следующей неделе на прилавках появится ряпушка и сик.